добрый день уважаемые зрители в этот раз короткое будет видео о том как пользоваться режимом песочницы для создания чертежей создаем новую игру создаю включаем режим песочницы отключаем враждебные силы чтобы они нам не мешались все остальное абсолютно без разницы можно в любом в любых настроек запускать пропускаем вступительный ролик вот мы стартовали на планете дальше мы включаемся бесконечное электричество включаем режим инструменты песочницы и выбираем инструменты песочницы и включаем постройку всех объектов автоматически без использования дронов дальше переходим на режим науки на экран науки и нажимаем разблокировка в одно касание таким образом мы получаем доступ к большей части технологий кроме но производственные технологии все кроме самой последней вижу изучение белой науки обновление обновили обновляемые технологии не все но большая часть все что нам нужно для создания чертежей у нас теперь есть возвращаемся отключаем режим песочника инструменты песочницы открываем изменения ландшафта нажимаем восстановление жил изменяем на захоронить жилы и нажимаем реформировать всю планету вот таким вот несложным образом мы получили мир полностью запал это что такое фиолетовая это наша наш гигант ледяной гигант фиолетового цвета окей извиняюсь отвлекся получили планету полностью покрытую бетоном что очень удобно для создания чертежей дальше я люблю начинать создание чертежей с вот с этой линии если я строю чертежи каких-то зданий которые ну производственные здания то я начинаю на пересечении этой желтой линии экватора да то есть в точке координат 00 либо если я вот как данном случае я буду строить солнечные панели чертеж солнечных панелей то я его начну вот с этой линии так следующий момент который нам нужно который нужно показать мы включаем в нашем репликаторе бесплатные предметы тут появляются дополнительные кнопки удалить предметы этот очистить наш инвентарь получить предметы это получение стандартных предметов необходимых для строительства ну или мы можем выбрать любой который нам нужен например солнечные панели и просто получить их нажав на кнопку создать так солнечная панель ну и теперь мы их просто размещаем там где нам это необходимо так вот начиная с этой ячейки теперь мы это копируем ну я обычно по три ряда строю в принципе можно сколько как угодно это делать хоть по одному хоть по максимуму который доступен делаем несколько вот так вот дополнительных секций и после этого копируем все это вместе и уже вставляем более длинные эти самые очереди чтобы было быстрее ну и смотрим что действительно организовался промежуток то есть действительно промежутки такие имеют место быть дальше мы можем это все просто выделить об 798 солнечных панелей ну и сохраняем этот чертеж называв его так как нам удобно на допустим там первый третий ряд сохранить меня уже вот есть тут я потому что второй раз уже записываю это видео эти это я удалю точно такой же чертеж солнце три панели три ряда вернее из 1-12 потому что таким образом мы можем все отвесли нарис на почему это желтая линия теперь идет в разрез они здесь ну неважно картеж так выбираем его вставляем об пожалуйста 6 рядов 9 рядов 12 рядов а если мы попробуем разместить дальше то у нас не получается другое строение мешает потому что здесь другое чем ближе к полюсу тем уже становится планеты соответственно меньше зданий помещается и соответственно там нам нужно будет изменить чертеж собственно почему я начал видео записывать заново потому что я дошел как раз до этого момента вспомнил что когда записывал первый раз неправильно начал забыл про вот эту линию что начинать нужно именно с ну а дальше мы можем скопировать пожалуйста хоть все эти здания солнечные панели да вот так вот берем выделяем об и 12 рядов функция 12 рядов ставим иконку сохранить чертеж и таким образом мы получаем 620 мегаватт электричества плюс такие же 12 рядов можно разместить с другой стороны планеты таким образом у нас будет гигаватт 200 энергии мы получать будем просто от электричества от солнца и самое главное что никакого топлива для этого не нужно ну и пока не появился темный туман это был мой один основной способ получения электричества что очень удобно не нужно ничего изобретать так дальше продолжим нам нужно будет еще солнечных панелей теперь покажу как мы это делаем дальше допустим если мы хотим разместить до самого полюса заполняем всю эту очередь поближе нужно подойти вот так и дальше мы смотрим и повторяем в принципе все то же самое с самого начала то есть отсюда протягиваем очередь но видим что здесь уже промежутки побольше идут да потому что не в помещают солнечные панели ближе смотрим здесь такой же промежуток что ты сейчас меня интересует когда произойдет смещение этого промежутка все расстояние между на солнечными панелями когда изменится когда нам нужно будет еще следующий этап пока что все нормально нормально вот а вот здесь уже другой размер того насколько получилось 13 рядов окей копируем все это дело и точно так же как до этого вставляем 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 теперь копируем большой кусок размещаем его а вот здесь уже совпадает крит ну в смысле дальше они совпадают ну вот собственно таким нехилу не сложным способом создаются чертежи в режиме песочницы точно так же абсолютно можно получать любые здания которые нам нужны строить их размещать сохранять этот чертеж а потом уже в основной игре в своей использовать по назначению на этом короткий экскурс о создании чертежей заканчивается я создам сейчас чертежи быстренько для солнечных панелей до конца полюса и буду использовать их уже в своей игре увидимся в следующем эпизоде